Самал Тау Самал Тау Это не просто песня. За этой композицией стоит целая история. В 2022 году Димаш выступал с данной песней на праздничном концерте по случаю инаугурации президента Казахстана. Димаш спел песню Самал Тау и кажется, как будто оставил всего себя на сцене. Очень эмоционально, очень уважительно подошел артист к исполнению данной известной композиции. Думаю, что данное выступление можно записать в одно из самых сильных выступлений Димаша. В этот день на сцену выходили многие знаменитые исполнители и артисты Казахстана. Димаш выступал ближе к концу мероприятия и был как вишенка на торте. Многие ждали именно его выступления. Но я замечу, что в целом получился очень хороший и сильный концерт, на котором участвовали не только певцы, но и музыканты, которые играли на народных казахских инструментах. Кстати, и сам Димаш в конце не удержался и взял в руки дамбру. С вами канал Диподкаст. Приятного просмотра, друзья. Песня передавалась в народе из поколения в поколение. И дошла в итоге до наших дней, как очень красивая и серьезная песня. Само название данной песни переводится с казахского языка, как «Прохладные горы» или «Ветреные горы». Очень тяжелая песня, я бы сказал. В ней отражены военные события во времена правления царей. Когда очень многим приходилось оставить свой дом и идти сражаться. Это не просто история, это целая трагедия. И герой песни как раз один из таких молодых парней, которого забрали на битву. На самом деле, если разобраться и углубиться в те далекие времена, то станет ясно, что это было страшное время. Когда ты ознакомливаешься с историей данной песни и вновь ее слушаешь, то она по-другому звучит для тебя. Перед твоими глазами как будто бы воссоздаются те моменты, о которых ты читал, и сердце буквально замирает. Думаю, вы поймете, о чем я говорю, если также ознакомитесь в интернете с полной историей данной песни. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Тяжелая песня, друзья. Очень тяжелая песня. Но они нужны. Такие песни. Это история. Боже, храни всех людей. Пусть в каждом доме будет мир, и небо будет чистое и спокойное. Пусть наши родители больше никогда не услышат о том, о чем они слышали от своих родителей когда-то. Пусть наши семьи будут здоровы, и дети будут счастливые. Это самое главное. Чтобы мы жили в мире и в гармонии друг с другом. Чтобы все были живы и здоровы. Вот о чем в том числе говорят там подобные песни. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Наша жизнь – это самое ценное, что у нас есть. И мы не должны подвергать риску своей и чужей жизни. Я не могу спокойно слушать такие песни, как сам Алтау. Меня просто выворачивает всего полностью. Я не могу представить, что до сих пор в мире происходят какие-то конфликты. Какая-то вражда. Человечество так сильно изменилось за все эти годы. У нас столько всего появилось. И мы настолько продвинулись в плане технологий и в плане комфорта жизни. Но мы почему-то до сих пор порой ведем себя хуже некуда. И пытаемся задеть друг друга. Песня «Самалтау» не просто песня о парне, который ушел сражаться. Это не просто песня целого народа, народа-победителя. Но и песня, которая кричит нам о том, чтобы мы не повторяли то, что происходило когда-то. Нет, только не это. Остановитесь. Одумайтесь. Друзья, я хочу лишь одного. Чтобы все люди на земле жили спокойно. Жили мирно. Мне больше ничего не нужно. Правда. Спасибо Димашу за такое потрясающее исполнение песни «Самалтау». Спасибо музыкантам и композиторам за такую потрясающую аранжировку для этой песни. Спасибо вам всем. Спасибо. Некоторые песни «Самалтау» Некоторые издания пишут, что «Самалтау» — это название местности в северок Казахстанской области. С казахского языка «Самал», «Бриз», «Горный ветерок», «Прохлада». Тау — гора, возвышенность. Я надеюсь на то, что я донес до вас ту мысль, которая у меня появилась после очередного прослушивания данной песни. Конечно же, по традиции я буду ждать ваши комментарии под этим обзором. Я хочу услышать ваше мнение и ваши эмоции от этой песни. Поддержите это видео лайком, если оно вам правда понравилось. Подпишитесь на наш канал «Ди-подкаст», чтобы не пропускать наших новых роликов. У нас теперь выходит подкаст о Димаше. Данный формат напоминает радио, поэтому он придется по душе тем, кто любит слушать о Димаше и в это же время заниматься своими делами. Ссылка на наш подкаст и наш второй канал будет в описании. Спасибо вам и до новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких. Субтитры сделал Dimaше.